Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Татьяна и мой канал у меня в садочке. Рекомендую хороший препарат, очень фунгицид замечательный. Бордосская жидкость называется. Он довольно-таки популярен, многие из вас слышали про него. И опять же многие, наверное, и используют его на своих участках. Тут вот написано Бордосская жидкость ВКС. Это значит, ВКС означает водно-суспензионный концентрат. Препарат. Действующее вещество препарата сульфат меди трехосновной. Это эффективный препарат для борьбы с болезнями садовых культур. Используется ранней весной и в период вегетации. Бывают по 100 мл. У меня вот тут 500 мл. Большой пузыречек. 100 мл стоит порядка 120 рублей. Ну где-то может подешевле. У меня я, дай бог памяти, платила 300 с лишним рублей. По-моему, 380. Достаточно дорогой фунгицид. Но эффективный. И у него есть свои неоспоримые преимущества. Вот я о них сейчас расскажу вам. Бороться с его помощью можно с самыми различными грибными болезнями. Достаточно просто распавить его водой. То есть он очень удобен в использовании. Не вызывает ожогов на растениях. Первые весенние отрыскивания нужно провести по зеленому конусу. Действовать начинает почти сразу же. И защищает достаточно долго. 50 дней. 50 дней это очень серьезно все-таки. Обработки можно и повторить после цветения. А там уже через 7 дней по необходимости. Ну, я думаю, первые обработки весенние по зеленому конусу обычно бывает достаточно. Для большинства растений, по крайней мере. Для человека действующее вещество имеет третий класс опасности. Умеренно опасное вещество. Токсичен для водных организмов. Ну, все классические там меры предосторожности нужно обязательно как бы применить. То есть респиратор, очки, перчатки. Халат тоже лишним не будет, я думаю. На флаконе имеется таблица. Препараты разводятся водой согласно инструкции. Какие главные преимущества лично для меня? Вот по весне, по еще закрытым почкам, я обрабатываю сад медным купоросом. Он также очень эффективен. Но, понимаете, он такой мощный препарат, медный купорос. Он сжигает вот все живое. Буквально на своем пути он сжигает все живое. У меня вот на смородине, на смородине, проблемы со ржавчиной. И весной почки на ней уже с хорошим таким зеленым конусом. Просто вот медным купоросом можно очень сильно обжечь их. И я весной смородину не обрабатывала. Обрабатывала вот осенью железным купоросом. Это тоже как бы очень здорово выручает. Но ржавчина серьезная болячка такая. Она истощает кусты очень серьезно. И поэтому я хотела бы, конечно, пока ее... Вообще я мечтаю избавиться от этой ржавчины со временем. Поэтому несколько раз мне придется плотно так, хорошей обработки сделать регулярной на смородине. Вообще желательно, конечно, избавиться от этой ржавчины. Ну не знаю, удастся мне или нет. Пока вот хочу испытать бордосскую жидкость. Опять же, розы еще опрыскиваю я медным купоросом. А там у меня весной под розами растут тюльпанчики. И вот когда я обрабатываю розы, на тюльпанах остаются ожоги. Мне это тоже очень все время не нравилось. Поэтому думаю применить на розах бордосскую жидкость. Виноград. Виноград тоже такое растение, которое требует регулярных обработок. Вот у меня как вот в моем случае. Я, например, не имею возможности там каждый день на даче быть. И если вот хорошая погода для обработки, там надо, чтобы и ветра не было, и тихий такой, спокойный вечер был. Но не всегда получается вот застать такую погоду именно на участке. Поэтому приходится подстраховываться. Я могу упустить обработку, а на винограде этого делать категорически нельзя. Обязательно выстрелит. Мельдию выстрелит непременно. Поэтому болезнь такая на винограде. Мельдию. Поэтому обработка первая очень важна по почкам. И если почки набухли виноградные, то есть медным купоросом уже категорически нельзя обрабатывать. И вот в этом случае на выручку мне придет бордосская жидкость как раз. Поэтому я ее купила. Заплатила за нее достаточно большие деньги. Она мне потому что необходима. И опять же отзывы хорошие. Отзывы от агрономов. Не от обычных и огородников. Даже от агрономов. Именно о бордосской жидкости. Так. Ну вот собственно говоря и все. Смешивать только еще скажу. Смешивать бордосскую жидкость с другими препаратами нельзя. Учитывайте. Этот момент учитывайте. И еще вот хотела дать совет. Вот у меня ржавчина на смородине появилась в результате, можно сказать, моей халатности. Недалеко от смородины рос девесил. Такое довольно-таки декоративное растение. И вот это растение, оно... Вот бывает, знаете, магниты. Для каких-то болячек. Растение магниты. Вот на девесиле ржавчина очень хорошо себя чувствует. И во второй половине лета ржавчина обязательно там расцветала буйным цветом на этом девесиле. Ну я его жалила. Надо было пожалеть свою смородину все-таки. Надо было... Теперь я вот по крайней мере так поступаю. Вот он весной у меня пока чистенький, девесил растет. Красивый такой. Растет. Я им наслаждаюсь. А как только начинают появляться первые признаки ржавчины, я его тут же срубаю, вырубаю. Это ему особо не вредит. Он неприхотлив. И в следующий год весной он снова появляется. Поэтому вот вам рекомендую, если вы увидели на своем огородном участке какие-то признаки болезни, ну какой-то вот грибной болезни, не игнорируйте. Обязательно постарайтесь избавиться от нее. Это вам облегчит жизнь. И позволит меньше препаратов химических таких довольно-таки опасных применять. То есть это сработает в вашу пользу обязательно. И в пользу ваших растений, которые произрастают на ваших дачах. Ну а пока у меня все. С вами была Татьяна. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь на мой канал. Будет много интересного про сад и огород. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok